когда это олимпийский чемпион 2002 года я прошу грамм можно вот опустить вот эти цифры потому что как только говорят олимпийский чемпион 2002 года пришли 20 лет назад по ощущениям это было очень давно но я это связываю с тем что в последнее время ну как последнее время вот эти последние 20 лет после олимпиады очень много направлений которые в которых я пытаюсь развиваться и в которых я как бы двигаюсь не стою не топчусь на одном месте и наверное не то что какой-то избыток всего и какой-то информации действий ну вот различные новые профессии они наполняют сполна я работаю в театре уже много лет играю в спектаклях веду мероприятия провожу лекции со многими компанией это сейчас модно так называем тимбилдинг есть как говорится что рассказать есть чем поделиться в кино съемки работаю на телевидении тут вот сейчас стартует очередной сезон на ледникового периода и собственно с этим же шоу мы приедем минск сушки здесь многие могут сейчас не поверить то что я скажу но я даже не могу сказать что я вот в гостях мне так как то вот душе всегда тепло так приятно здесь быть многие обижаются когда я говорю что жители такие простые но я в смысле здесь нет какой-то фальши просто вот какая-то доброта и человечность это смесь будет и фигурного катания но я думаю нет практически ни одного человека в республике беларусь который может не смотрел но чтобы не слышал о телевизионном проекте таком где люди которые никогда в жизни не имели возможности там это время или чего-то надеть коньки выйти покататься а тут еще в паре с именитыми спортсменами и вот добиваться реально очень крутых даже сейчас не про оценки а про возможностей как скользить как поднимать партнершу то есть ну люди вот приходят такие него мы их называем не валяшками есть страны которые потеряли популярность например свое время гранды туры такие как star зуна из чемпион зуна из американ северная америка канада и соединенные штаты у нас были гастроли я помню более 100 городов 100 выступлений после допустим олимпийских игр сейчас нет ничего то есть все перестали выигрывать американцы ведь здесь легко объяснимо объяснить почему фигурное катание очень популярно потому что наши спортсмены выигрывают но не в обиду регби допустим популярно ли регби в российской федерации ну наверное в узких кругах да но глобально нет почему потому что где мы там на мировых аренах мы даже не можем пройти квалификацию вот и все а брать например там австралию какую-нибудь новую зеландию вот пожалуйста на тебе регби а где фигурное катание тоже нет фигуристов у нас есть фигуристы они были и плюс все-таки россия такая я считаю северная страна ну и все эти биатлон хоккей зимние виды спорта я помню как с дедушкой прям садились сначала он не обыграл в шахматы а потом мы смотрели очередной какой-нибудь какой-нибудь турнир по биатлону или по хоккею и собственно фигурное катание всегда было достаточно любима нашей среде нашей публики и собственно любовь пока вот никуда не пропала в америке закончились фигуристы которые выигрывают и поэтому популярность ушла не будет зритель смотреть тот или иной вид спорта где ну ты за кого из за других болеть нет все равно ты болей же свои не было бы определенных решений белорусской федерации фигурного катания а не было бы собственно и каких-то определенных действий я знаю что главным тренером сборной республики беларусь по фигурному катанию назначен был олег васильев олимпийский чемпион наш в парном катании и мы зачастую с ним видели здесь потому что и мои дети там тренируются и собственно и он просил прийти на определенные сборы так что были предприняты какие-то но это все идет от главы федерации травматичные редкий случай когда кто-то заканчивает свою профессиональную карьеру и принципе с достаточно хорошими результатами и практически без травмы это просто это у нас за счастье этой единицы и у нас есть такая поговорка если ты проснулся тебя ничего не беспокоит значит и труп то есть но как бы это не звучало немножко в кавычках смешно но до травмы травмы потому что уже когда ты выходишь в совсем на лидирующие позиции там уже от мелочей зависит а эти мелочи добиваются и порой через травмы порой зайти удивляет когда люди в этом такое давление было на мою дочку когда было сейчас про фигурное катание говорим но меня так удивляет а что вы хотели ну понятно тренер хочет чтобы был результат да и собственно и сам учених хочет конечно то есть где-то мы не сейчас не говорим о какой-то жестокости нет конечно же все категорически но не то что про это прям вот это невозможно если кто-то кого-то поддал или что понятно это мы его бы это даже не затрагивал но знаете как тарасова там шлеплет кулаком по бортику и такой мы лучше сделать лучше постараться чтобы это получилось надо косьми лет но надо это сделать за границей чуть другое отношение но например в америке я тоже немножко тренировал у них знать вот вот хорошее сравнение они говорят будучи допустим участниками олимпийских игр он они счастливы мы happy что мы являемся частью этого до этого праздника нет это у них здесь я знаю я жил в америке а мы счастливы только мы когда стоим на пьедестале ну а чё нам праздник мы праздник можем принципе у себя дома устроить пригласив друзей мое детство и если можно так когда говоришь о детстве типа ну вот такое беззаботное вот у меня были только 50 минут такого условного счастья когда мы смотрели за ужином чтобы не терять свободное время ну как свобод вообще время мы смотрели очередную серию санта-барбара помню как мама сидела напротив так ты доел то что меня был уроки еще школу умудрился серебряной медалью закончить но это опять же благодаря упорству и настойчивости моей мамы а бабушка это сидела ближе к телевизору зой ну чё ты ну как бы ну дать человеку поесть и ты ешь вот вот с такой скоростью понимаешь потому что спам две рекламы было две рекламной интеграции и надо растянуть и потом вам ты доел я бы суши проголодался можно еще тарелку и бабушку да конечно зой ну дай дайте ему покушать но вот эти 50 минут заканчивались и все обратно кейли очень робин на райт пена это актриса очень была симпатична в то время ну короче заканчивалась у моя келли я шел в коммунальной квартире жили в соседью комнату и опять уроки уроки свободного вообще не было вот прям не то что когда-то больше это меньше а принципе вообще нет но исходя из того что сейчас происходит то лучше наверное все таки в какой-то условной степени потерять детство но все-таки чтобы было настоящее будущее у меня две дочки одной сейчас будет уже 13 2 сейчас уже тоже будет 7 и я просто понимаю что такое гаджеты и сам себя ловлю на мысли что они прям к сожалению настолько там все стало просто легко и доступно что эти гаджеты они убивают то самое единственное чем может гордиться человек на вот эти вот человеческим общением не через мессенджеры отправил ты видишь отвода доставлена прочитано о отвечает ну грубо говоря а ты над руки то есть какая-то рампы теряйте какой-то романтизм теряется общение то есть люди становятся как-то будто вот эти стенки вокруг себя вот вот именно благодаря этим гаджетом ну благодаря и сейчас прям вспомнил историю когда мы стане я уезжал в питер на телевизионные съемки киношные и глютань поехали со мной мочи в питер поехали из москвы и они поспала пару часов просыпается ведь слушай а ты понимаешь что у тебя лента инстаграма она уже просто не обновляется ты просмотрел все и я понимаю что я опять как бы хоть ну типа что а ничего не появляется то есть ты все уже просмотрел и ты постоянно в этом безусловно они помогают эти гаджеты жить существовать мир стремительно меняется но у нас прямо не то что по часам но у нас такой есть определенный лимит когда стало очевидно что это это уже не пара трагедия потому что сутками можно не выходить из комнаты мы поняли что просто надо забирать старше она час может в день что-то посмотреть в мелкой мелкой мультики с другой понимаете стороны ты не можешь полностью забрать потому что а как она будет по сравнению своими сверстниками то есть они же там тоже обучаются чину определенным вещам то здесь надо как-то вот искать и мы смотрим когда-то больше когда-то меньше но лимит по нахождению гаджета в руках он безусловно есть мы никогда не стремились сделать так что жена олимпийская чемпионка муж олимпийский чемпион значит дети обязательно должны быть грубо говоря с головой вовлечены нет у нас вот как раз есть разделение спорта и физкультуры мне кажется это просто вот от человека за что джене плющенко вот его гном гномыч штурмуют вы каждый день многочасовые тренировки пожалуйста татьяна навка ее дочка с утра до ночи на льду находится у нас вот по-другому нас как-то у старше никогда не было желанием младше так чуть походила но и больше нравится художественная гимнастика она тянется все прыгает куда-то скачет музыку включают какие-то номера все с этими мячиками и обручами клиентами так далее но мы не за то есть нет такого что вот вот вся жизнь ты должен положить жизнь на то чтобы стать там кем-то в спорте у нас мы придерживаемся такой точки зрения что образованный и умный человек интеллигентный человек пригодится всегда и везде а спорт мы все прекрасно знаем кому-то посчастливилось стать кем-то забраться на пьедестал а кому-то нет но не хочется терять мне повезло но игру что я хоть знаю как знаки припинания где расставлять надо просто такой в смс как получаешь ну и вот по поводу дочек хочется чтобы все таки знаете так приятно когда человек даже мишель и лиза встает из-за стола горит спасибо очень было вкусно можно не выйти из стола когда это теряется уже тоже в последнее время когда ты вообще уже не слышишь слов благодарности спасибо пожалуйста вот эти слова человечность чтобы не пропадала а это только вот воспитывается это смотря какое отношение именно родители у нас с недавних времен есть продолжение у нас есть и телевизионный проект ледниковый период у нас есть и новогодние детские сказки у нас есть и очень серьезные постановки аля ромео джульетта кармен последнее вот то что сделал илья анна каренина но серьезно очень классика и было интересно как он это все сделать на льду с матчем мощнейшими декорациями многоярусными в карме нас вообще лошадь выходила и горцевала на втором этаже я просто как ториадор должен был на ней выезжать но я говорю пожалуйста можете веще в коньках не дай бог я куда-нибудь и откну я бы она же меня как свои зубами как съест и вот эти вот можно я на своих двух буду выезжать они на четырех ну то есть а очень серьезные постановки есть гастроли есть выездные вот в шоу как например ледниковый период который сюда приедет и вот сравнительно недавно не было же ничего в плане развлекаловки вот такой а для спортсменов зарабатывание денег сейчас она есть есть несколько коллектив которые работают это и спектакли и шоу различные где продюсером выступает татьяна навка есть илья вербух есть жени плющенко которые также ставят и новогодние спектакли и люди работают развивают но вот как я говорил что у нас свое время когда в америке и канаде было потом постой с лишним шоу у нас там одно какое-нибудь и как это все начиналось илья вербух 8 или 6 городов по сибири автобус вся вторая половина автобуса выкручено сидение или там ну их не было потом были жесткие маты с уроков физкультуры ну вот эти вот а дальше и спальные мешки и вот из одного расстояния в россии огромные вот и шоу откатал сел в автобус все смеялись чё в тот момент то что говорили местом на всех не хватало еще такие дороги или с одним засыпаешь другим просыпаешься по штук шатала и стороны в стороны вот с этого начиналось я очень интересное интервью когда он рассказывал о том он приехал с этих первых гастролей и был долг и он продал свою машину по моему для чтобы расплатиться и вот представляете прошло иное количество лет и это целая индустрия огромнейшая последние полгода работали с психологом татьяна анатольевна высушит хочешь я вида пожалуйста если вы считаете что это как-то поможет но прикольный рудольф максим из загайнов мужичок я много уже об этом рассказывал непонятно кто кого гипнотизировал условно но мне нравилось что все равно в жизни зависит от головы очень многое как ты себя настраиваешь действительно уж если мы говорим про олимпийские игры как самая высокая точка в спорте высоких достижений ты можешь действительно есть яркие примеры когда спортсмены выигрывали все олимпиаду ни разу если промо по мальчикам есть такой канадский курт браунинг четырехкратный чемпион мира чтобы вы знали на олимпиаде и на чемпионатах мира состав один и тот же четыре раза он выиграл чемпионат мира несколько олимпиад ни разу в тройке а есть другой пример француз очень такой харизматичный филипп канделора да он один раз случайно на чемпионате европы из какого там 850 тысячного места как-то каким-то образом куда-то поднялся но он дважды был на олимпиаде третьем на мире в тройке никогда не был мишель клан выдающийся не помню пятикратно или шестикратно чемпионка мира на олимпиаде 2 3 а выигрывали вот так раз и и другие люди мы понимаем что да либо те даною как бы там либо ты например либо нет я про голову поскольку от нее очень многое зависит в нужный момент сделать нужную работу когда у ты стабилен на тренировках это дает некого рода больше свободы и спокойствия и той самой верой бодрости духа и так далее то есть ты как бы выходишь на лед и заведомо ты будешь меньше волноваться нежели допустим я был такой период жизни когда нестабильно были четверные элементы и я выходил на соревнованиях и как будто будто сейчас казино вот сыграет моя ставка там красный или там там zero сыграет или нет я заходил я не знал что вы сейчас будет олимпиаде уже другая ситуация была там настолько было точен тренировочный процесс что понимание того что ты сделал там огромное количество прокатов что у тебя прыжок практически ты не срываешь это дает тоже какую-то уверенность но конечно игру что не только в спорте вот это вот здесь нельзя сомневаться ни в чем нужно просто сломя голову вот прям перейти перейти спортивный психолог что на свое время из карпа с каспаром работал и мне нравилось что много болтает а когда он говорит даже на абсолютно никому не интересные темы ты ты же слушаешь то есть ты меньше думаешь уже о том что тебе завтра выходить на олимпийский лед второе до сих пор я пользуюсь его фразой когда я уже вышел первая программа первый соревновательный день и он так обосраться да сейчас от состояния когда он будет встанешь произнеси себе фразу кто если не ты и когда если не сейчас это второй момент и третий это сих пор когда страна первые шаги совершать в разных направлениях достаточно сложно это и телевидение театр и так далее но ты понимаешь что действительно ног кто если не ты давай если эти дают возможность шанс атакуй иди в атаку а если типа и завтра а завтра уже может не быть вернее этого шанса может быть уже не быть как олимпиада я не думал в 2001 или вторым годах втором годах что это моя последняя заключительная олимпиада и потом на замену то заведренного сустава и все это же попытался потом вернуться но да понятно было что это все лишь красивая картинка которая серии рисую и сейчас сейчас никто не будет ждать тебя сейчас иди пробуй в любом случае не все так сладко в любом случае будут сложности ты вляпаешься там какое-то неприятное что-то сложное время но на у на хоть это красиво звучит на ошибках мы учимся но это правда они закаляют ну сделай домашнюю работу подготовься но но сейчас еще одно последнее что я от него до сих пор использую как возьми листок бумаги и пиши вот все что хочешь вот что в твоей голове отношения с родителями собаки тройные четверные прыжки и вращения погода здоровье во все и просто оценивай каждый день вот вот в каждом столбике допустим там максимала по максималке десятка праздник в конце недели средний арифметическая уводил я понимал где я где просадка идет и вы знаете сейчас когда направление очень много в которых я пытаюсь двигаться ты едешь домой допустим с утра прочитал какую-то лекцию щекот заехал потом сыграл спектакль ешь и думаешь так вот здесь вот здесь надо было бы конечно вот так а вот там вот так тогда ты приезжаешь домой ну пока ты еще на свежий до вспоминать и помнишь а завтра уже тебя новый день какие-то новые уже уменьшается в спина а записывать это прикольно